Здравствуйте, мальчики и девушки, студенты и студентки. Физика за две минуты и скорость в равноскоренном движении. Если вы смотрели мой предыдущий фильм, я рассказывал про то, что такое ускорение, то сейчас ответить на этот вопрос будет очень и очень просто. Итак, скорость при равноскоренном движении. Что же такое ускорение? Вот это что? Мы уже с вами об этом говорили, я это записываю не в векторной форме. Давайте сразу с вами договоримся, что тело будет ускоряться у нас, допустим, вот в этом самом направлении. То есть будет, причем, ускоряться, я говорю, увеличивать свою скорость. То есть если здесь ноль, то, допустим, когда это дело рожать, ну, допустим, может быть, ну, примерно 10 метров в секунду. Что еще интересно? Прежде чем эта машина начинает ехать, я стою здесь со секундомером. Смотрю, секундомер ноль показывает. Значит, начальное время будет равно нулю. Вот все. Вот это ну. И тогда эта форма у нас превращается вот в какую. Вот. Видите? В начале это время ноль равно. Секундомер ноль показывает. И вот сейчас нажав на 100, да? На секундомер машина начинает ускоряться. Именно в этом направлении увеличивая свою скорость. И тогда я могу найти скорость в любой момент времени. Если, конечно, я буду знать, с каким ускорением тело движется. Например, ускорение вот этой самой бетонной мешалки, например, я сказал, ну, 5 метров на секунду в квадрате. Что это означает? Это означает, что эта самая бетонная мешалка, начав двигаться из состояния покоя, каждую секунду будет увеличивать свою скорость на 5 метров в секунду. То есть через секунду 5 метров в секунду. Через секунду уже будет скорость 10. То есть от начала движения прошло 2 секунды. Через 3 секунды скорость будет уже 15 метров в секунду. Все, машина ускоряется. А это означает, что мы можем это уравнениться решить очень просто ну тут как делается можно допустим левую и правую часть умножить на время что тогда получается и левую и правую часть умножаем на время здесь получается а т а здесь будет вы отнять в нулевое ну понятно что здесь будет если я умножу т т сократились да и в минус в нулевое осталось ну и отсюда уже будет следовать что скорость которую мы ищем ровно ускоренном движении будет равна вот это вот минус в нулевое перенесем в эту часть со знаком плюс будет в нулевое с плюсом и плюс а вот таким вот образом можно рассчитать скорость в любой момент времени если мы конечно знаем начальную скорость ускорения и время если тело начинает двигаться и состояние покоя и и начальная скорость равна нулю то есть есть ли если скорость начальная равна нулю ну тогда скорость будет подсчитываться вообще просто вот нужно просто напросто ускорения умножить на время и получить скорость вот так то так все учите физику дорогие ребятки на самом суперском канале называется физика это просто на котором достаточно сложные задачи вдруг становятся простыми понятными доступными поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен конечно лайк не забудьте поставить все всего вам доброго до свидания до новых встреч